Всем привет, Регина Сидоровская, специалист по недвижимости агентства Гранд Хаус. Давайте сегодня поговорим с вами о том, какие документы вам необходимы для того, чтобы подать заявку на ипотеку и что вам нужно знать. В первую очередь, обращаю ваше внимание на те банки, на карту которой вы получаете зарплату. То есть, если вы являетесь зарплатным клиентом какого-либо банка, то у них обязательно для вас припасены особые льготные условия, поэтому обратитесь сначала туда. Если вы не являетесь зарплатным клиентом какого-то банка, то пакет документов достаточно простой. Паспорт, справка о доходах за последние 6 месяцев, либо справка по форме банка и копия трудовой, заверенной работодателем. Обращаю ваше внимание на то, что справка о доходах действует календарный месяц. То есть, например, сегодня у нас апрель, с 1 мая справка будет недействительна, потому что за апрель должна быть начислена новая зарплата. И вам придется заказывать новую справку. Не забудьте про это. Если вы находитесь в браке, то супруг также должен участвовать в кредитном договоре. Пакет документов точно такой же. Маленький для вас лайфхак. Если ваш супруг, к примеру, имеет испорченную кредитную историю, то при подаче заявки на ипотеку укажите, что у вас есть брачный договор и информация по супругу не пойдет в банк. На моменте заключения кредитного договора вы просто предоставите уже фактически брачный договор. И это обезопасит вас от того, что банк откажет вам в ипотеке. Кстати, Сбербанк сейчас пошел на встречу своим клиентам и просит не брачный договор, а просто согласие супруга на заключение кредитного договора. То есть супруг в кредитнике не участвует, но также имеет право на эту квартиру. По брачному договору право на квартиру супруг иметь не может. Обращаю ваше внимание, что одним из условий получения ипотеки является ваш первоначальный взнос. То есть минимальная сумма это 10%, у всех банков она разная и выше. Соответственно, у вас на счету должны быть эти деньги. То есть если квартира стоит 2 миллиона, то 200 тысяч у вас должно быть на руках. Также в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Об этом мы поговорим с вами в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!